МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации и телерадиокампанию Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите уготым выпуском. Фестивали, концерты, флешмобы и выставы ургейоне сегодня масштабно святкуют Международный день обороны детей. Годно выполнять военные обовязки и быть гарантом грамадзянской безопасности. Сегодня присягу приняли новобранцы войсковой части номер 55-25. Камень закладенный в Гомеле побудует новый храм. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Сегодня у многих краинах света означается Международный день обороны детей. Беларусь у их лику. Цветочные мероприемства целком присвечены маленьким грамадзянам. На Гомельщине с этой нагодой организовали фестиваль поветренных змеев, детячую гонку на велосипедах по пересеченной мясовости, свято молока, концерты у кожным районе, выставы и флешмобы. Наша здымочная бригада зазернула на многие из них. Подробязности у сюжете Евгении Кухаронак. Первый день лета нагадывает нам про то, что детям необходим наш хлопот. Международное свято засновали в 1949 году в Париже. Такое решение вынес Конгресс Международной демократичной федерации Жанчин с докладным означением «Деля обороны життя, здоровья и права у детей». Первый раз свято означали в наступном, 1950-м году. Сегодня у расчистости проходит больше, чем у 60 краинах света. И Беларусь у их лику. У центра уваги кожные святошные подеи, дети и их здоровье. А малюсие мероприемствы на свежем поветре. Мы увидели про мероприятие в интернете, взяли ребенка и пошли. Вот сейчас бегаем со змеем. Змея мы нашли здесь же, потому что своего мы забыли дома. Нам тут выдали как бы, и вот мы с этим змеем отлично проводим время. Нужно немного бегать, потом, когда он будет высоко, ждать и как-то им регулировать. Фестиваль поветренных змеев собрал свыше 100 удельников. Это были как семейные экипажи, так и из центров техничной творчести. В составе кожного пилот и помощник. Некоторые до фестиваля старанно рыхтавался, другие завитали выпадково. Однако по количеству однажды узнятых у неба змеев можно было докладно отказать, что фестиваль в очередной раз удался. Нам тем часом стало интересно доведаться у детей, от чего и кого их необходимо оборонять. С пытанием мы пошли на самую шматлюдную святочную плясовку Гомеля, до ледового палаца. От всякой беды, от торната, от незнакомцев, от солнечного удара. И еще некоторые парады по жаданию дорослым с вузных детей. Надо детей защищать и уважать. Пускай никакие дети не попадали в никакие беды хорошего праздника и хороших каникалов. Как раз об безпеце рассказали самые разностайные гольнявые зоны, организованные областным управлением МНС и городским отделом по надзвучайных ситуациях. В рамках проведения акции «Не оставляйте детей одних» мы проводим фестиваль, можно сказать, праздник безопасности, на котором и родители, дети обучаются основам безопасности жизнедеятельности и, соответственно, могут применить свои знания на практике. Они получают ценные подарки, призы. За правильные отказы, выполнение заданий, перемогу в гольнях дети отримовали жетоны, которые затем обменивали на подарки и забавы. Разом с воротовальниками свои плясовки разгорнули правооховники, простонники громадских организаций и предприемств. В иншем кодку проводился «Милкфест». На имуще конкурсы были непосредственно связаны с молочной продукцией и навод и ее выработом. По першиню у Гомеля проходила и детяшая «Велосвято». Организаторами выступили хромадское объединение «Велогомеля» и ведомая сетка веломагазинов. И они организовали гонку на пересеченной мясцовости для юных аматоров велосипедного спорта. Участников очень много. Это дети от 2 до 17 лет. Все расписано по времени. Сразу же каждая категория выявляются победители. Проходят награждения, медали, ценные подарки, сертификаты. Все очень весело и замечательно. По мнению областного управления спорта и туризма, этот праздник может стать ежегодным. Международный день обороны детей – это у первой шаргу. Напомин нам, дорослым, обвели зарная отказность за детей, их житие и здоровье. Наш обовязок – забезпечить детям комфортные умовы для развития, дать махчимость реализовать таленты и прикласть все намагания, чтобы дети были счастливыми. Евгения Кухаронак, Василия Сепцов, телерадо «Компания ОГОМЕЛЬ». Сегодняшняя свято подаровала шмат радостей и приемных уражений усим маленьким же хорам региона. Одна из добрачных акций, до прикладу, пройшла в Аулуковской допоможной школе-интернате. В установу завитали незвычайные гости. Дружные колонны байкеры на своих могутных мотоциклах заехали на территорию Улуковской школы. Члены белорусского отделения Международного клуба уладальников «Харли Дэвисон» проезжают сюда уже в другой раз. Все лета добрачную акцию вырошли примерковать до Международного дня обороны детей. Выхованцы установы своих без перебольшевания соправдных сябров чакали вельми моцна. Их сустракали за сабливой радостью. Байкеры дозволили кожному жадающему посидеть за штурвалом знакомитого «Харлея» и зарабить фото на память. Эмоции детей передать словами было немогчимы. И, конечно, какая добрачная акция без подарунков. Четыре покоя у Луковской школы еще загадя были обсталяваны новой меблей. А так само байкеры закупили билеты на европейские гульни. Видели радостные лица. И нам радостно то, что нас ждут, на нас надеются. А, собственно говоря, мы чем-то можем им помочь. Когда есть возможность что-то отдать, есть возможность кому-то помочь, это, конечно же, надо делать от открытого сердца, от широкой души. А на пяре дни свято для детей с замежованными махшимостями организовали Гомельский городский совет депутатов и управление адукацией Гарва Конкама. У добрачной акции приняли удел 70 детей. Это выхованцы областного центра коррекционно развивающего научения и реабилитации и допоможной школы-интерната номер 5 Гомеля. Среди их есть те, кто мают порушение слыху, зроку, альбо опорно-рухельного аппарата. Хлопчиков и девочек запросили на городский центральный пляж, как повеселиться и с радостью встретить летом. Малых ждала великая команда аниматоров, танцоров, ведущей и диджей. Свято началось с гульняв и жартов с любимыми персонажами и ростовыми ляльками, мыльных бурбалок и танцев. Далее детей ждали подчастунки, фокусники, фаер-шоу и фестиваль фарбау. Хотелось бы сказать, конечно, большое спасибо всем, кто принимал участие в подготовке этой акции, потому что это действительно масштабное для нашего города событие. Я надеюсь, что это будет не последнее, и мы продолжим делать это как первому, так и последнему звонку. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы проводились подобные акции как можно чаще, потому что, наверное, дети – это самые незащищенные на сегодняшний день слои нашего населения. И если мы можем сделать их хоть немножко радостнее, хоть немножко веселее, заставить где-то улыбнуться, то, наверное, это и есть наша задача взрослых. Подобные акции уже проходили в минулом году на передний дни початку научального сезона. Тогда ее удельниками стали выхованцы детских домов. У Гомеля удокладнили задачи по подрыхтовке до зимы, причем ситуация разглядалась у Себакова – от выполнения мероприемств по энергосбережению до модернизации систем теплозабеспечения предприемств. Подрыхтовка до наступного осенне-зимового периода у Гомеля началась сразу после завершения отепляльного сезона. Цей род першочарговых мер – испыты тепловых сеток, что дозволило удокладнить объемы работ по замене зношенных участков. Чекается, что в этом году на сучасное будет заменено 35 км зношенных труб. А прочатого протягнется передача на баланс специализованного предприемства Гомелянерго, котельни, которые обслуговывают жилый фонд и объекты социальной сферы. Такая мера должна обеспечить стабильность теплозабеспечения и снисить нагрузку на городский бюджет. При том, что селитов им предуглежены значные финансовые сроки на подрыхтовку города до зимы. У приватности 2 миллиона 700 тысяч рублев будут выдаткованы на ремонт дорог, причем половая этой суммы уже освоена. Еще 300 тысяч накируют на доброе упорядкование дворовых территорий. Эта работа у Гомеля активизовалась в минулом году. В 2018 году провели полное обследование дворовых территорий. У нас в планах 540 дворовых территорий, которые подлежат ремонту. За прошлый год мы сделали 185 дворовых территорий, в том числе 29 – это с полным благоустройством. В этом году эти работы будут продолжаться, но порядка 100 дворовых территорий мы планируем сделать ремонт асфальтного покрытия. У Гомеля ушановали работников предприемства «Гомель Абл Аутотранс», якому на гытым тыдне исполняется 75 годов. Свою работу оно начало еще до полного вызволения Беларуси от нацистских захопников. С историей и с участием акционерного товариства ознайомился Олег Сентюров. История этого предприемства почалась 1 червя 1944 года. Коли за годом Народного комиссариата автомобильного транспорта БССР на базе Гомельской, Реческой и Мазырской аутотранспортных контор был утворенный Гомельский автомобильный аутотрест. Правда, в массовых пассажирских перевозках размова тогда не шла, тем больше, что в городе вернулись еще не все же хоры. Головная задача – обновление народной господарки. Это был вельменно просто для аутотранспортников час. Хоть и наступные годы, назвать легкими нега, гоноровый транспортник Беларуси Миколай Швет, директором Ветковской автобазы, працавал за 1970-го года. Кажется, что коли приехал у район, то навод асфальтованных дорог не было. Было неумоверно сложно работать. Я работал всю жизнь без выходных. Выходных не видел. На работе было минимум 12 часов. Вот такое было напряжение. А сегодня, конечно, работать удовольствие. Техника вся новая, дороги отличные все. Единственное, конечно, для городских водителей автобусов напряжение возросло в разы. Водители автобуса испытывают то напряжение в течение рабочего дня, которое напряжение испытывает летчик при подъеме и посадке самолета. За 75 годов Гомель Абл-Аутотранс перевес больше 10 миллиардов пассажиров из выше 1 миллиарда тонн грузов. Сегодня автобусы подприемства обслуговывают имать 580 пригородных, межгородных и междержавных маршрутов. И такая статистика, якая сдольная уразить любого. А гульная протяглась маршрутной сетки Гомель Абл-Аутотранса крыху больше 40 тысяч километров. Минавито такой заявляет задолжение экватора. А теперь увага. На протягу года транспорт предприемства проезжает 56 миллионов километров. Отремляется, что так званый умовный автобус, объезжая экватор за этот час 1250 разов. Сегодня у Гомель Абл-Аутотрансе рыхтуется до удела у других европейских гульнях. Працевать на их будут 12 автобусных экипажов. На предприемстве не сомневаются, с поставленной задачей водители справятся. Тем больше, что аукционерное товариство есть великий опыт работы на мероприемствах со светлого взрывню. Водители Гомель Абл-Аутотранса працевали на олимпийских гульнях у Сочи, на чемпионате света по хоккею в Минску, на ободовнице китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». А кроме этого, доставка всех делегаций областного взрывню на самые головные республиканские формы так само же является силами предприемства, что мечтым, не выключая необходности, распроцовывать новые маршруты и находить новых партнеров. Это международное направление, потому что мы сегодня видим, куда есть желание ехать нашему пассажиру, под эти маршруты мы подстраиваемся. Есть наработки по открытию маршрута в Польшу, в Украину мы ездим, будем расширять там свое присутствие. Восточное направление у нас тоже открыто и достаточно хорошо используется. Это Москва, Питер, Брянск и так далее. Олег Сентюров, Игорь Марыченко, телерадиокомпания «Гомель». В связи с проведением эстафеты огню «Полымя Миру» в «Гомеле» на некольки дзен отбудутся змены руху. Будет зменение руху транспорту по площади Ленина на участку от улицы Пролетарской до улицы Советской наперед за 11.01.03.2021 до 1.01.06.2021. Закрыться рух с 22.00.04.2021 до 19.01.05.2021 по площади Паустанья. А кроме того, у Сираду будет закрытый рух с 17.01.2018 по улице Советской от площади Ленина до улицы Хатаевича и с 12.01.2021 до половы 22.00.2021 по площади Ленина. Так само принято решение заборонить припынок и стоянку транспортных сродков на площади Ленина с 5 ранницы 4.01.2021 до 22.01.2021. Годно выполнить военные обязательства и быть гарантом гражданской безопасности. Сегодня присягу приняли новобранцы воинской части номер 55-25. Клятву принесли 72 человека. Виновата такая колькасть новобранцев поступила под час весеннего призыва. Как правило, во внутренние войски они трапляют меты на кировано, а когда проходят службу, застаются працевать на контрактных умовах альбо накеровываются у иншие силовые структуры. В аурочистой атмосфере новобранцы присягнули на верность краине перед командирами, батьками и сябрами. Дорогие этой подеи попередничал курс молодого бойца, который протягивался несколько дней. Хлопцы поспели познайомиться с армейским бытом, а их командиры отримали первое уражение от нового пополнения. Эти 72 человека, которые мы призвали, они, конечно, по сравнению с другими призывами, мы ожидали, что будет похуже, потому что все ссылались на демографический какой-то провал, и то, что такой призывной контингент будет слабее. Но хочу отдать должное, что этот личный состав проблем за этот месяц никаких не создал. Видно, что военнослужащие все пришли с желанием, у кого не было, оно появилось. У многих поменялось отношение к армии. После присяги новобранцев, чекая невеликий отпочинок, когда лей почнутся соправдные армейские будни. В разнекольки дену военнослужащие накируются у Минск, где будут забеспечивать парадок подчас проведения других европейских гульняв. У Гомеля выступил заслуженный коллектив Республики Беларусь, ансамбль песни и танца внутренних войсков Министерства внутренних справ. Выступление присвятили Году Малой Радимы и 75-ти годию вызволения Беларуси. Ансамбль был створен в 1996 году. И за этот час стал вядомым не только в нашей стране, но и за ее межами. Со своей программой артистов в погонах можно увидеть на всех ведущих пляцовках столицы и областных центров, на сценах малых городов и актовых залов воинских частей. Репертуар творчого коллектива разностайный и насыщенный. Это эстрадные творы, патриотичные песни и мелодии военных годов, присвеченные ветеранам Великой Айчиной войны. А кроме популярных и авторских песен, зрители увидели немало танцевальных номеров, которые показали артисты балетной труппы. Гостями концерта стали войсковцы, кадеты, наученцы установки профессиональной технической эдукации и патриотичной классы средних школ Гомеля. Цель данного мероприятия – это патриотическое воспитание подрастающего поколения военнослужащих внутренних войск, а также всего населения города Гомеля. В средних школах, а также в кадетском училище по всему городу Гомелю проходили сегодня выпускные линейки, поэтому также с целью поощрить, повеселить школьников, проводятся данные мероприятия. У Гомеля побудует первый в Беларуси храм у гонор священномученика Иоанна Епископа Рыльского и Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского судотворца. Або два святые жили у непростым для православной церквы 20-м ста годзе. Уродженец Гомельской области Иоанн Пашин, бывший епископом Рыльским, был приговорный до смиротного покарания в 1938 году. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского в православном свете шанует не только как ведомого миссионера, который шмат зарабил для православной церквы в Европе и Америце, но и как судотворца. Закладку каменя и памятной капсулы у подморок храма здесь с ним митрополит Минский Заславский Павел, патриарш и экзарх у всей Беларуси. Дея не мая сакральный сенс у православной традиции закладный камень символизует самого Иисуса Христа. Уверен, что их молитвами Господь поможет приходу преодолеть это строительство. И мы в скором будущем с вами будем освящать этот храм, ходить молиться, и он будет радовать наших верующих, наших горожан, жителей города Гомеля, своей красотой и своим духовным наполнением. У Мазырским отделе ЗАГС прошла незвычайная церемония. Тут расписали золотых юбиляров. Таким чином Анастасия и Владимир Приходьки в асеродзе самых близких и родных отзначали 50-ти годы створения своей семьи. Улику запрошенных из дымочной группы наших коллег с Мазыра. Прибранные гости, кветки, поветранные шарики. Молодоженов, а докладные вопытных мужа и женку с 50-ти годовым стажем суместного життя в Мазырском отделе ЗАГС чекают с нетерпением. Вальс Мендельсона анонсует пробытье героев урочистости. Под гуки головной весельной композиции Владимир и Анастасия Приходьки у выходят в залу регистрации шлюбов. Створение семьи – это заусюды чулевый момент. Регистрация золотого юбилея суместного життя крональная у 50-ти кратным померы. Тому у многих новачах слезы, слезы счастья. Прыгожая слова, веншаванни и пожаданни. Просьба расписаться у гоноровой книзе юбилеяру памятный медаль и вядома горка. Заусюды за руки, отшуваючи партнера и подладживаючися под яго крок. Бесельный вальс от люстрования шлюбныха життя довжиней в 50 годов. Золотые юбилеяры расшулены сюрпризом, які подрихтовали им самые близкие и родные. Церемония створения их семьи 50 годов тому была больш степлой, без адриву от вытворчасти. Я работал на буровых, окончили скважину, приехал главный инженер на машине утвердить факт окончания буровой. Я попросил у него машину, приехал, забрал ее. Расписались? Подали заявление задним числом, и в тот же день нас расписали, и мы стали мужем и женой. Мы никогда не задумывались, сколько мы прожили. Мы жили дружно, растили сыновей, старались быть примером для них. Но вот потому-то у нас, наверное, такая семейка выросла. По сей день расти мы внуком, стараемся тоже подавать пример какой-то, чтобы все-таки... Три сыны, пятера унуков. Причин старейший сын Василь Приходько, артист балета белорусского, державного, заслуженного хореографичного ансамбля «Хорошки». Батьки ганараться своим знакомитым сыном, а Василь – свою чергу. Ганарыться мамой и батькам, які пронесли скорость годы, любовь и повагу. Конечно, прожить 50 лет вместе, без настоящей любви, настоящих чувств – это просто нереально. И это такой факт, такая дата, которая говорит о том, что любовь на самом деле есть. И те жизненные испытания, которые вы спадали на долю моих родителей, этой семейной пары, они с гордостью выдержали все. Я горжусь им. Это способность идти на компромисс, потому что жизнь – это не та дорога, которая устанавливалась исключительно розами, где нет шипов. Это всякое бывает в жизни, но они смогли все эти подводные камни и течения обойти. Выховавши сынов, Анастасия Ивановна и Владимир Михайлович тепер просвячают себе унукам. И унуки гэта шануюць. Бабушка с дедушкой, они очень добрые, они хорошие. Они красивые, милые, нас любят сильно. А что вы желаете бабушке и дедушке? Здоровья, счастливая жизнь, здоровья, счастья. И чтобы все юбилеи были такие же, как этот. Поважать, даровать, истинный компромисс, поспех семейного долголетия. Анастасия Ивановна и Владимир Михайлович приходьки своим прикладом демонструют усим скептикам соправдное кахание. Иснуя. Виктория Синицкая, Лидия Поттер, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. Телеканал «Мазыр» специально для телерадио-компании «Гомель». У областном центре народной творчести представлена суместная выстава живопису гомельских мостаков, присвеченная году малой родимы. Калле 30 работ, выконаны аллеем и акварелью. На полотнах авторы показали свое майстерство у адлюстровании пригожостей родной природы. Пейзажи и натюрморты обучают теплые вспоминцы детинства, проведенного у бабули увезцы. Тут можно убачить старенькие охотки, тихую раку, сенокоз, квитней, шевесной осад и яблыки на снизе. Картины Игоря Хайкова, Сергея Сенякова, Геннадия Татарских, Ганны Пугачевой и інших оттягивают глядачу от городской митусни и выкликают особливый настрой. Выставу можно наведать до 14-го червеня в охот вольный. Боротьба протягивается. По финалу чемпионату Беларуси по мини-футболе растягнулися на максимальную колькость матчов. Столица зарауняла лику серый с аршанским витином. На домашний пляцовце у авертайме меньшане узяли верх 2-1. Пары тэт и у супредстояння БЧ и ВРЗ. Вагона будавникам отступать было нема куды. Однако, атакуючи пары у номинальных гостей разбивауся обстройную оборону чагуночников. А леда пары до часу. На 13-й хвилине Клачко вывел ВРЗ наперед. Праспять хвилин нагода для радости была у заузятаров БЧ. Колб магутно пробил за 11 метров 1-1. На початку другого тайма Литвинов вывел чагуночников наперед 2-1. Доволе долго команде Дмитрия Камеке удавалося утримливать пероможный лик. На 35-й хвилине оборона дала сбои. Спочатку Пинчук лик заравнял, а не в забаве Рогачоу зарабил лик 3-2 на корысть вагона будавников. Чагуночники выпустили пятого полевого, за что практически одразу были покараны Клачко, який оформил дубль. Кропку у матча за пау хвилины до финальной сирены поставил Золотухин, реализовавши штрафный 5-2 перемога в РЗ. Усе у полфінальних парах вирішиться завтра. Вітени Століца почнуть свой матч у 14.00. Супростояння ВРЗ и БЧ стартує на паркеті спорткомплексу Локомотив хадзіна і пазній у 15.00. Гэта і інша новіна ви можете знайсти на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершений. Дякую вам за увагу і до зустрічі у ефіра.